30 лет на одном посту. Таким достижением может похвастаться благовещенка Стелла Небрат. Пошел уже четвертый десяток, как горожанка является управляющей дома. К слову, в этой должности она с самого первого дня, как дом сдали в эксплуатацию. За буднями ветерана в области управления домов понаблюдала наша съемочная группа. Это у вас водичка? Моя. Водичка? Да. Просто? Да. Ну вот так вот, полюбился. Свободная минута у Стеллы Григорьевны для разговора с нашей съемочной группой нашлась с трудом. Тут и ремонтом во дворе руководить надо, самой порядок наводить, с управляйкой связь держать. А попутно и с жильцами поговорить. Где-то даже строго. Машину уберите от подъезда. Быстренько. Вчера вот косили. У нас лужайка мы выигрываем зеленью. Смотрите, у нас квартиры все покупают только так. Зелень, вон она, как у Обамы возле Белого дома. За 30 лет во главе дома у Стеллы Григорьевны появилось много новых знакомых. На ее глазах росли дети во дворе. Сменялось руководство города. И чего уж говорить, при ее локальном долгосрочном правлении сменилось несколько генсеков коммунистической партии. В своей должности застала первого президента СССР, смену режима в стране и продолжает работать уже при третьем президенте России. Но самое главное достижение говорит не в этом. Своё богатство Стелла Григорьевна хранит в кладовой. Вот здесь, значит, это все наше хозяйство. Здесь, посмотрите, краска, метла, грабли, все для цветов. Рассада цветов здесь тоже у нас. Вот сейчас надо деревья обязательно обновить. Обязательно бордюр подновить, беленький сделать. Продолжать беседу со Стеллой Григорьевной нам пришлось в два захода. Все-таки управленческие дела раз за разом отвлекали. Оказывается, у старших домов их не так уж и мало. Но это при ответственном подходе к делу. Например, не в каждом городском дворе растет капуста. Зеленая качанная капуста. Мы просто для красоты посадили капусту. Такой интерьер. И вот все идут, останавливаются, спрашивают. А что это такое? Красиво. Смотри-ка, огород какой красивый. И там и то, и то, третье, десятое, значит. Но редкость вот красивый интерьерчик у нас. Компания, она помогает, она все делает. Позвоню, все это. Вот сейчас траву покосить, приведу, уже третий раз будут подкашивать. Вот, красить. Стелла Григорьевна уже знает. Да, знаю. А они, ой, как только с кулаком захожу, все. Стелла Григорьевна идет. Только княжельцы двора могут по-честному оценить работу своего управляющего. Называют ее кто по имени-отчеству, кто ласково. Стеллочка. Признается, бывают соседями недопонимания. Но в большинстве своем жильцы относятся к ней с уважением. Организатор хороший. Если что надо, всегда организует всех. И вперед, из песни работаем. Слушаетесь ее? Слушаемся, конечно. Уже сейчас Стелла Григорьевна может сравнить все годы своего руководства. Раньше, говорит, хоть дом был и новее, сейчас проблемы с людьми решать проще. Возможно, просто привыкла к своему делу. Еще вспоминает. 30 лет назад на этот пост ей помогла взойти простая интуиция ее соседки. Здесь вот стоя молчая беседка. Здесь молчая беседка. Все жильцы, не знаю, какая-то женщина со второго подъезда. Она говорит, давайте вот ее. У меня интуиция. Говорит, давайте ее выберем. Посмотрим, как что. И вот пошло у нас это дело. По всей видимости, шестое чувство соседку Стеллы Григорьевны не подвело. И сейчас, на восьмом десятке лет, молодая душой женщина вынашивает в себе еще немало планов по благоустройству двора. Любовь Ломака, Сергей Захарушкин. Амурская служба новостей.